Привет, котята! Наступила осень, сегодня холодно, но все равно я иду на футбол! Встречаются команды Оренбург, город Оренбург и Химки, город Химки. Прослушайте составы играющих сегодня команд. Я не зря начала свое сегодняшнее видео как диктор стадиона Газовик, потому что я иду в комментаторскую кабину и покажу вам, как работает диктор на стадионе. А зовут его Антон Белов. Некоторые зовут его Антон Белый. В общем, он какой-то там модный ведущий шоумен. В перерыве матча он развлекает публику, проводит всякие конкурсы, а во время матча он диктор и сидит вот в этой самой кабинке. Помогает ему звукорежиссер стадиона Ильну. Дяденька, можно кнопку нажать? Боюсь, что нет. Что ты сейчас собираешься делать? Запустить счет. Как? Нажать на кнопочку. Привет! Ну расскажи, как у тебя тут все работает? Как здесь все работает? Во-первых, здесь стоит у нас специальное оборудование, которое запускает у нас всю музыку, все видеоролики и, собственно говоря, вон то прекрасное яркое табло, на котором у нас указаны счет, и я надеюсь, чаще всего счет будет положительным в нашей команде. Также здесь у нас расположен микрофон, и все, что говорится на стадионе, говорится именно отсюда, прямиком, вот прямо в этот микрофон. Наш любимый звукооператор нажимает на специальные кнопочки, и у нас запускается либо реклама, либо представление игроков. Мы недавно запустили, ну как уже, больше года назад, если зрители наши обратили внимание, то при представлении игроков на экране появляются выходы наших игроков, чтобы ребята не забывали, как выглядят наши футболисты. Вот буквально несколько минут у нас осталось до выхода команды, и как раз-таки сейчас можешь попробовать запустить в состав игроков, нажать на эту кнопочку, и у нас на экране появится состав наших любимых футболистов. Поехали! Приезжаем в футбольный клуб! Оренбург! Номер 12! Андрей! Малый! Номер 90! Артем! Делькин! Главный тренер команды! Владимир Валентинович! Федоков! Ну ты молодец! Есть, хорошо! Некоторые думают, что я спускаюсь вниз, провожу конкурсы, а потом другой человек объявляет здесь состав игроков. На самом деле это неправда. Это все делает один и тот же человек, чуть-чуть изменяя полосы. Представь студию комментаторов и объявляющий состав футбольной команды. Начнем? Вытягиваем бумажку. Прочитай с выражением. Роман-марабьев. Номер 5. Молодец. Представь себя. Номер 58. Одессой Евольф. Номер 90. Артем Делькин! Молодец! Номер 23. Сергей Бреев. Я занимался раньше. Что, нужно прочитать? Да. Номер 9. Владимир Парников. Делай попусенько. То есть Ефремя. Делай пупусенько. В 13-м туре Химки стали очередной жертвой, вущивався вперед Оренбургского клуба. В 13-й минуте после подачи углового мяч на ногу пометался по штрафной и отскочил на набегающего Григория Чукина, который расстрелял ворота 1-0. Еще через 13 минут, благо не глядя в штрафную, стреляет точно на голову Артему Делькину. Удар в касание и 2-0. На исходе получаса мяч снова пометался по штрафной гостей, после чего попал точно на ногу капитан Дмитрия Андреева. Вынимайте третий! В гости вскоре один гол откликали с пенальти, но Дмитрий Андреев восстановил статус-кво. 4-1. Перед этим мячом была перекладина от Чиркина и супер удар от Романа Воробьева. В общем, наша команда разбирала соперника на молекул и химичила с химками как хотела. Оренбург, имея комфортное голевое преимущество, немного отдал инициативу. Гости завладели территорией, прибавилась работа и угол кипера нашей команды Александра Руденко. Точный выстрел Ильи Кузьмичева и химки снова подобрались поближе. 4-2. Но было бы как-то нелогично закончить этот матч без пятачка на табло стадиона. Под зановый сыгрей Артем Делькин выбрался с фланга на оперативное пространство, обыграл защитника и отправил мяч в обидную для вратаря зону без дунок. Мои любимые оценки в школе. 5-2. 5-2. Убедительная победа оренбуржцев. Три строчки вверх по турнирной таблице. И всего 3 очка до третьей команды. Прошел всего месяц после смены тренерского штаба. И прогресс заметен невооруженным взглядом. 6 матчей, 5 побед и 1 ничья. Оренбург красавцы. Эй, вы там наверху! Можете начинать бояться! До встречи на Кубке 20 сентября!